Грипп наступает. Эпидемический порог по заболеваемости превышен уже на 14 территориях края. Об этом подробнее в рубрике прогнозы МЧС. На прямой связи со студией заместителя руководителя главного управления Валерий Терешков. Валерий Ильич, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, уважаемые красноярцы. По данным гидроэмидцентра, следующая неделя будет относительно комфортно. Вместе с тем, ночные температуры будут также низкие. С 24 февраля мы ожидаем незначительное потепление. Также предполагается небольшой снег на дорогах, гололед и снежный накат. Предупреждаем красноярцу с 19 часов 20 февраля, то есть сегодня, до 14 часов 23 февраля. Значит, у нас в городе введен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности. На заводах введен режим сокращения выбросов на 15-20%. Конечно же, если люди поедут за город, на праздники предупреждаем, что да, холодно. Значит, на случай ухудшения обстановки развернуты 25 стационарных и 21 мобильный пункт обогрева, 37 пунктов приема пищи. В случае необходимости звоните по телефону 112, вам помогут. Хотелось бы предупредить, что в связи с низкими температурами происходит увеличение количества пожаров, но за прошлую неделю в 1,2 раза. Кроме того, 22-го масленица. Конечно же, согласно всяким, так сказать, обычаям, во время этих мероприятий производится сжигание чучева зимы, поэтому соблюдайте правила пожарной безопасности в жиле, а также время пройдения праздничных мероприятий. Хотелось бы предупредить жителей города. К сожалению, с признаком респираторных заболеваний на прошлой неделе обратилось 20 тысяч жителей, на 24% больше. Если на прошлой неделе у нас было 9 населенных пунктов, то на этой неделе уже 14 населенных пунктов при высшении эпидемического порога. По данным охотнадзора, в Ужунском районе загрессировано в случае выхода бешеных лиц Клютин и в районе Енисейском бродит медведь Шатун. Уважаемые красноярцы, смотрите уточненные проголосные территориальные центры магнитоника прогнозированы через чайных ситуаций. Мы поздравляем мужское население города Красноярска с Днем защитника Отечества. Уважаемые красноярцы, до свидания. Продолжение следует...